С большим причином, я расскажу, Сергей Викторович, вы чуть более месяца назад были в Одессе, кто-то еще в своем качестве представительного видео, мы хотели учитаться, кто-то его привести в льда, чтобы стать настоящим участок благими. Сейчас в ряду ваших соратников, присутствующих здесь исключительно Николай Амидович, также Тендюк присоединился. По информации журналистов, я вот цитирую, кроме упомянутых Тендюка и Волкова, кто-то по бокам, вы понимаете, больше была фракцией партии Львови в областном свете. Среди ваших будущих соратников называют таких людей, как Олег Вахрушев, это человек с поддельным дипломом, взяточник, который в Светле Ильидову, главный иколог из области, который занимался незаконной добычей песка, неприятный. Вячеслав Маркин, это человек, который одобрил избиение журналистов 19 февраля. Это цитат, ему сказал, правильно бьют, мало бьют, мало бьют. Это же слышали все журналисты. Значит, Василий Бабанский ничего не может сказать. И Дмитрий Волошуков, это вечный сын избушника, которому вообще ничего не угрожает. Я хочу понять, вы настаиваете до сих пор на иллюстрации? Может быть, вас дезинформировали? Почему вы для себя веками не окружают? Вы знаете, слово иллюстрация не люблю. Неправильное слово, на мой взгляд. Сегодня, если посмотреть на то количество специалистов, которые надо в стране, вы знаете, по пальцам пересчитать. Возьмите правительство и посмотрите на качественный состав правительства, и вам все станет ясно. Чем ниже, тем ситуация не лучше, а только хуже. Что касается партийных вещей, сами будут определяться организации, кого они будут принимать. Я, например, я спрашиваю о фамилии. Я не знаю. Волошенков, Маркин, Вахтушев. Конкретно эти три человека. Я не знаю. Я, честно говоря, по Маркову, по Вахтушеву... Вы когда будете принимать в будущее политическую силу, давайте так поставим вопрос. Вы будете проверять, что эти люди сюда присутствуют? Думаю, конечно. Особенно в плане руководящего состава однозначно. Я считаю, что тут все должно быть очень открыто и очень прозрачно. Но все-таки, если получится, то все-таки, я считаю, самый принципиальный разговор должен быть в самих организациях. Это очень важно. В свое время, в той же сильной Украине, у нас это получалось. Многие ребята не захотели переходить. И вы знаете, я очень рад, потому что мы советуем. Они не голосовали за приватизацию аэропорта. Они не вырубали деревья в парке и голосовали против... Там и так далее. Нет, претензий нет. Болинов, Шеремет никто не говорит. Вам лучше. Просто наведите стропы. Я очень вас позорю. Меня это не может пока позорить. Я вообще не знаю. Я хотел бы просто позориться. Не знаю даже, кто это. Я вам заранее приняю постфактуму. Вот заранее я говорю вам. Это я понял. А я прошу. Пожалуйста. Подождите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...